Радио «Вера» представляет Преподобного Ефрема Сирина еще называют «учителем покаяния». Он родился в начале IV века в Месопотамии, на территории нынешнего Ирака. Родители Ефрема, бедные земледельцы, стремились воспитать сына в благочестии. Но юноша отличался вспыльчивостью и резкостью. Но однажды его по ложному обвинению посадили в тюрьму. Там Ефрем во сне услышал голос, призывавший его к покаянию. Юноша был оправдан и освобожден, но в нем произошла разительная перемена. Ефрем стал отшельником и почти 15 лет провел в учениках у знаменитого подвижника святого Иакова. Много лет провел он и в монастыре близ города Едеса в Сирии. Там Ефрем начал учительствовать, предваряя каждую проповедь обличением своих грехов. Преподобный Ефрем стал автором многих молитв и песнопений, обогативших церковные богослужения. Каждый день Великого Поста христиане читают покаянную молитву Ефрема Сирина, призывающую к духовному обновлению. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй ми работу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яка благословен еси во веки веков. Аминь». Вспоминая и чествуя преподобного Ефрема, церковь просит святого «Моли Бога о нас». Преподобный Феодосий Тотумский родился в Вологде примерно в 1530 году. По настоянию родителей он женился, а после смерти родителей и супруги удалился в Прилудский монастырь неподалеку от Вологды. Однажды его отправили в Тотьму смотреть за монастырскими соливарнями. Ему понравились те места, и Феодосий испросил разрешение царя и благословения архиепископа основать возле Тотьмы монастырь. Новую обитель освободили от всяких податей, а Феодосий стал в ней настоятелем. Он вел подвижническую жизнь, подавая пример всей братьи, носил вериги и власеницу, а на голове железную шапку. Феодосий любил чтение, поэтому приобретал для монастыря много духовной литературы. Похоронен он был в своей же обители. Предание сохранило память о чудесах, происходивших у мощей преподобного Феодосия. Спаса-Суморин монастырь, основанный преподобным Феодосием, был закрыт в годы советской власти. В нем разместили лесной техникум, колокольню разобрали, на монастырском кладбище устроили футбольное поле. В 2014 году обитель вернули церкви. Сейчас монастырь восстанавливается, в нем наладилась богослужебная жизнь. В обители рады принять паломников, желающих поклониться преподобному Феодосию, одному из праведников Вологодской земли и всей России. Вспоминая преподобного Феодосия Тотомского, церковь просит святого. Моли Бога, Анесс! Преподобный Ефрем Новоторжский жил на рубеже X-XI веков. Он был родом из Венгрии. Когда на родине начали преследовать православных, Ефрем с братьями Моисеем и Георгием отправились на Русь. Они поступили на службу к ростовскому князю Борису, сыну равнопосленного великого князя Владимира. В 1015 году брат Бориса, святополк, подослал к нему убийц. Георгий защищал князя и погиб вместе с ним. Убийцы отсекли Георгию голову, чтобы снять с его шеи золотое украшение гривну. Моисею удалось спастись, он стал монахом Киево-Печерской обители. Третьего брата не было с князем в день нападения. Ефрем прибыл к месту страшного убийства, нашел голову Георгия и взял с собой. Он оставил службу при княжьем дворе и ушел на реку Тверцу. Много лет Ефрем провел там в одиночестве, но со временем рядом с отшельником поселились другие монахи. В 1038 году Ефрем построил монастырь в честь святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Братья избрала его своим настоятелем. Иноки устроили при обители приют для странников и бедняков. Преподобный Ефрем скончался в глубокой старости и был похоронен в родном монастыре. В гроб, согласно завещанию, положили и голову его брата, святого Георгия. Борисоглебский монастырь, основанный преподобным Ефремом, в годы советской власти побывал и тюрьмой, и лечебницей для больных алкоголизмом. Лишь в конце XX века обитель вернули церкви. Одна из святынь монастыря, вышитый жемчугом покров, с мощей преподобного Ефрема. Вспоминая его сегодня, церковь просит преподобного «Моли Бога о нас». Преподобный Ефрем Печерский, епископ Переяславский, жил в XI веке. Он был казначеем и заведовал хозяйством при дворе великого князя киевского Изяслава Ярославича. Он тяготился этой шумной и суетливой жизни и пожелал принять монашество в Киево-Печерской лавре. Ефрема благословил святой Антоний Печерский. Разгневанный князь потребовал, чтобы его казначей вернулся домой. Угрожал ему заключением в темницу и уничтожением монастырских пещер. Преподобный Антоний с братьей уже вышли из монастыря и были готовы перейти в другое место. Но Изяслав Ярославич убоялся гнева Божия и снял опалу с монастыря. Ефрем, боясь в будущем навлечь на обитель беду, уехал в Константинополь. Он поселился там в одном из монастырей. Находясь в Византии, Ефрем сделал список богослужебного студийского устава и переслал его в Киев. Богослужения по этому уставу шли на Руси до XIV века. Ефрем же вскоре был поставлен епископом в Переяслав. Современники называли преподобного Ефрема Печерского мужем дивным, чудотворным и многодобродетельным. Его почитали за личную праведность и заботу о бедных и больных. Трудами епископа в Переяславле открывались бесплатные больницы. Помощь преподобного Ефрема можем получить и мы, нужно лишь обратиться к святому. Моли Бога о нас. Преподобный Леонтий в миру Лев Стасевич родился в 1884 году. Родом он был из Люблинской губернии царства Польского, входившего в те времена в состав Российской империи. Лев закончил церковно-приходскую школу, работал писарем. В 25 лет он поступил в Яблочинский Свято-Ануфриевский монастырь и через год принял постриг с именем Леонтий. В начале 20-х годов его назначили наместником Суздальского Спасо-Ефимьево монастыря. В 30-м году начался путь арестанта и заключенного Леонтия. Он дважды побывал в лагерях до войны, а в третий раз был осужден в 50-м году. Архимандрит Леонтий рассказывал, как зимой 35-го года на вокзале в Иваново был собран целый этап заключенных священников. Все были обриты и острижены, но сразу признали своих. Прямо на перроне, во весь голос, они запели молитву Царю Небесный. Они пели так вдохновенно и красиво, что народ вокруг плакал. В наказание вагоны с заключенными были загнаны на несколько дней в тупик. Стоял сильный мороз, от которого погибли многие ссыльные. Отец Леонтий скончался в 72-м году. Неразрывная цепь христианской святости соединяет современных христиан со временем апостолов и первых исповедников. Новомученики российские – одно из звеньев этой золотой цепи. Наши старшие современники своим христианским мужеством преподают нам великий урок подлинной веры и благочестия. Задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Сегодня мы вспоминаем преподобного Леонтия Стасевича и молитвенно просим его. Моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok